Всем здравствуйте, с вами канал Косметическая Кухня Бьюра и ее ведущая Елена. У многих из вас возникает вопрос, каким загустителем загущать шампунь или другое пеномоющее средство. И у нас есть для вас ответ. Интересно какой? Тогда ставьте лайк, а я буду продолжать свой рассказ. Исходя из нашего опыта, мы выделили для себя три загустителя, которые отлично подходят для пеномоющих средств. Это шелковый катионный гуар, косметическая ксантановая камедь, а также растительный полимер гидроксиотилцеллюлоза. Подробные технические характеристики каждого из этих загустителей вы можете прочитать на сайте магазина Бьюр, ссылочку мы прикрепляем в подсказке, а также под этим видео. А сегодня я хочу рассказать особенности работы с каждым из них, а также показать результат однопроцентного введения загустителя водную основу. Итак, давайте же по порядку. Первый загуститель это шелковый гуар. Его особенность в том, что он является катионным. То есть при нанесении косметики с шелковым гуаром на волосы вы будете получать кондиционирующий эффект. Волосы будут гладкими и шелковистыми, а также шелковый гуар снимает статический заряд. Особенности работы с шелковым гуаром вы можете посмотреть в предыдущем видео. А я хочу вам показать результат однопроцентного ввода шелкового гуара в воду. Мы получаем достаточно прозрачный, полувязкий гель, для образования которого нам необходимо было понизить pH воды и только тогда мы получили плотность этого геля. Следующий загуститель это гидроксиэтилцеллюлоза или проще его называют ГЭЦ. Это полимер растительного происхождения по очень невысокой цене и достаточно простой в работе, если знать его особенности. Его часто применяют при изготовлении шампуней, гелей для умывания, а также гелей для душа. Он дает очень нежное, прекрасное скольжение косметического средства по коже. Что же касается особенностей работы, первое, вам необходимо добавить его в воду, размешать, поставить смесь воды с загустителем в емкость с горячей водой и регулярно перемешивать. Если вы не будете регулярно перемешивать, ГЭЦ просто выпадет в осадок и вы не получите стабильный гель. Если все сделать правильно, у вас получится вот такой вот результат. 1% ГЭЦ в воде дает достаточно вязкий гель, но при этом полностью прозрачный и стабильный. И последний загуститель это косметическая ксантановая камень, но сейчас я говорю именно о косметической, потому что есть еще ксантан пищевой, с ним возникают некоторые проблемы в работе. Данный ксантан опять-таки имеет растительное происхождение, сертификацию эко-сорт, а также подходит для веганской косметики. С ним очень просто работать и в принципе нет вообще никаких особенностей. Просто насыпать воду, размешать, и вы получаете стабильный гель. То есть в результате 1% ксантановой камедии в воде дает гель средней вязкости, очень хорошей прозрачности, но при этом в нем есть небольшие пузырики. Если сравнивать, скажем, 1% раствор гидроксиатил целлюлозы и ксантановой камедии, оба они достаточно прозрачные, но пузыриков воздуха в ГЭЦе нет. На этом наш обзор подходит к концу. Не забывайте ставить лайк видео и писать ваши комментарии, для того чтобы вы знали в каком направлении двигаться и снимать новые видео. Всем пока и желаю вам хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok